И снова здравствуйте, всем привет! Итак, давайте попробуем в этом ролике объединить две одинаковые анимации, добавить персонажам с одинаковой анимацией лошадей и подготовить их для линкования в общую сцену для конюшни. Погнали! Так, значит есть вот такая анимация, это уже для лошади. Такая же анимация была для осла, только он там слазил с осла, вот так раз, а это именно залазить на лошадь. Теперь, как обыграть можно вот эти, значит, сцены? Есть шериф в такой же, значит, с такой же анимацией, и есть вот этот главный герой с такой же анимацией. Если мы будем линковать в общую сцену четыре сцены, это то бишь два коня, потом, значит, двух персонажей, ну, я думаю, будет как бы неинтересно. Почему? Потому что можно будет потеряться в четырех файлах, нежели потеряться в двух, согласитесь. Поэтому как можно это дело обыграть? Значит, сразу давайте найдем коня для нашего вот этого персонажа. Так, найдем файл open. Ждем, пока загрузится все это. Видите, опять же, медленновато происходит. Так, тын-тын-тын-тын-тын. Ну, вот как-то так-то, да? Значит, вот этого коня будем использовать. Этот конь, значит, есть для шерифа, но нам нужен конь другой, значит, для главного героя. Ну, чтобы потом не менять, да? Давайте удалим этого коня и сюда закинем другого коня. Значит, это импорт. Файл общ. Находим новый конь. Находим, как он будет. Это мустанг. Мустанг общ. Ждем, смотрим. Так. Вот такой у меня большой мустанг. Так, и значит, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, смотрим. Я удалил хвост. Я думал, мустанг у меня с хвостом. Он, мустанг именно сделан под такой хвост, именно пышный, да? Под волос. Так, значит, хвост оставляем, удаляем только коня. Потом добавим какую-нибудь гриву. Так, теперь файл импорт и повторяем, значит, ops. Мустанг. Вот теперь он уже нашел его и будет побыстрее это дело. Так, S уменьшаем. Так, 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 так. Ставим поближе и смотрим, чтобы попал конь именно точно по костям. Так, вот, как-то так-то. Смотрим, что по голове шея попала. Но здесь почему-то у него... Так, что тут у него? А, пардонки. Выбираем наши кости, заходим в post-mod, выбираем какой-нибудь... Ну, давайте последний кадр и делаем английское A, alt G, alt R. Прописываем, значит, I. И вот на этом файле будем тогда менять коня. Так, значит, выбираем коня и опять же его подставляем, да? Так, это как-то так-то. Так, есть такое дело. Прописываем теперь коня. Ну, у этого коня, я думаю, давайте зайдем теперь в edit mode и английское C уберем вот эти вот кости. Так, нижние оставим. Вдруг придется потом что-нибудь тут, значит, добавить. По одной косточке тогда оставим. Угу. Так. Здесь тоже уберем. Правая кнопка мыши убирает, значит, вот этот поле и делаем delete вертексы. Так, заходим в object mode, выбираем нашего коня мустанга и выбираем кости. Делаем Ctrl P, white automatic widget. Так, смотрим, как он сел. Так, сел он нормально, но теперь нужно вставить все назад. На последнем кадре, вот на этом. Давайте зайдем, выберем только коня, зайдем в post mode и вот эти вот кости R, G вставим назад в челюсть. Следом, что можно сделать, это значит, все это дело оставляем пока, пропишем и чтобы у нас зубы остались именно в коне постоянно на этом файле 227. Так, что еще? Так, возвращаемся на первый кадр, смотрим. Что у него с зубами? В принципе, нормально. Рот нужно потом при анимации закрыть и поправить вот эту вот, значит, лямку. Потом будет ролик, где я буду вот это делать, значит, как я узду для лошадей, чтобы они уже, ну, укомплектованные были. Так, есть такое дело. Заходим теперь в object mode. Что нам понадобится? Даже нет. Подождите. Заходим в post mode. Выбираем, значит, вот эти косточки. И видите, постоянно нужно что-то корректировать. Так, если вот эту кость выбираем, это G ремень оттягивает, а эту косточку так G тоже ремень подтягивает, а вот это уже ее оп, доводит до верха. Потому что чуть-чуть тут разница, значит, в лошадях. И, значит, G тут тоже с этой стороны лямку поправляем. И вот эту косточку тоже G выводим. Рот у него чуть-чуть тоже измененный. Так, и здесь получается, значит, вот эта косточка G поднимаем повыше на шею, чтобы ее было видно. Так, раз, опа, есть такое дело. Так, прописываем A и смотрим, что получилось. Дальше она, вот эта штука у нас будет пропадать. Значит, нам нужно выбрать вот эти все косточки. Так, есть такое дело. Эта косточка вот она. И их удалить. прописываем еще раз полностью подготавливаем нашу лошадь. Здесь я уже тогда давайте на ускоренном все это дело сейчас поправлю и пойдем дальше делать нашего, нашу подготовку к этому делу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И так, если какой-то косяк потом еще будет, потом уже будет это дело ликвидироваться. так, значит, оп, тут нормально. Пойдет. Так, заходим в Object Mode и, значит, тройка на нампаде. Надо добавить нашему персонажу гриву. Файл Import это будет у нас Обж. Находим гриву. Грива будет теперь у белого коня. Кстати, файлы все находятся значит, где файлы все находятся в ВК. Их там можно скачать. Значит, где тут по-моему жеребенок, индийский конь. нет. Так, Обж. Мустанг. Так, находим гриву, выделяем, делаем S. Так. Подгоняем к нашему Мустангу. Так, тройка на нам паде. И меняем ей цвет. Значит, цвет пусть будет New. Пусть будет черный. Так. Что тут получается с этой стороны хорошо? Значит, нужно переключиться на 227 кадр. на первый тройка на нам паде. Тройка на нам паде. смоем так. G подгадываем сюда. R перекручиваем. Смотрим, чтобы тут все нормально значит село. Нифига она не нормально села. это значит тройка на нам паде. раз подкручиваем. Переводим значит в Set Origin к 3D геометрии. И вот так вот раз, 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 G подкрутили, подтянули. В принципе пойдет. Так, теперь выбираем наши кости. Делаем Ctrl-P White Empty Groove и находим теперь нашу вот эту гриву, находим модификатор, находим Data Transfer ну и вяжем коню Vertex Vertex Group и все это дело Apply применяем. Все, грива на месте, все работает, все зашибись, немножко что-то там подтягивает, это потому что кости. Давайте вот эти кости поудалим. находим Edit Mode и придется вот эти кости значит удалить. Так, раз мы их удалили, мы теперь заходим и значит перевязываем нашего коня на кости Ctrl-P White Automatic Widget и значит раз мы это все дело сделали, то теперь значит гриву тоже нужно перевязать. Ctrl-P White Empty Groove выбираем нашу гриву, заходим на Data Transfer и по новой, вот видите сколько движений делается, я еще не начинал значит делать стыковку этих персонажей. так файл Apply это чисто много времени уходит на подготовку. Так, смотрим что да как тэн-тэн-тэн-тэн-тэн значит оп что тут вот еще косяк один нашелся значит убираем кости заходим в PostMod находим наши опять косточки чтобы красиво все было да выше поднимаем и здесь тоже тогда поднимаем выше а и локрот когда выбираем наши вот эти кости еще разочек и вот этот кадр Shift D так на какой его нужно перекинуть вот на этот Shift D подставляем его значит сюда а эти предыдущие тогда Delete а ну-ка все равно тело у него пошире ведется его корректировать т и вот 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 так 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 и немножко еще корректировки прописываем и отдельно кость ну что ты будешь делать да а ну-ка так натяжка вроде работает все нормально опы тут натяжка тут вроде бы тоже пойдет все вроде бы мустан готов косяки будет будут потом видны а вот он уже один сразу заведнелся прописываем и тот давайте же тоже пропишем и смотрим еще раз об так куда-то пропал ремень а ну-ка манила это он вверху да никуда он не пропадал просто получается значит g вставляем в рот и это тоже сюда поправляем где она тут вот чтобы точно было во рту так на эти анимации можно все по удалять и значит поставить сюда и как гена тут shift d на 1 кадр это дело все скопировать как тут у нас получается один кадр надо ликвидировать и вот теперь все будет нормально в одном положении привязана в одно место так все это дело сохраняем значит файл называется для посадки мустанг все сэй красочка сохранили и файл открываем значит где у нас герой запада на коня тройка на нампаде переходим в обжиг мод файл значит линку им сюда мустанг мустанг для посадки линк коллекция коллекция так делаем с с с с с и значит перетягиваем вперед смотрим что получилось вот здесь значит все получается так 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 коня еще так пардонки линкованого коня поднимаем повыше чтобы он чуть-чуть значит подсел чтобы лапы выровнялись по полу и в принципе вот вся его анимация все нормально так смотрим тут сбоку сбоку вроде бы тоже все нормально опа на 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 все сохраняем файл так сохраняем значит так делаем тут с с или сохраним прям на этого персонажа давайте значит герой запада на коня все сохранили смотрим сразу чтобы здесь были все текстуры все текстуры присутствуют выглядит это принципе не так плохо единство что потом нужно будет подправить вот эти стремена поперекручивать но это уже займусь потом попозже когда сейчас подберем значит эту сцену как смотрим значит он тут там все руки ему на поменять немножко как и немножко а ну-ка как он тут сидит в принципе вот так он правильно сильно а потом у коня просто куб этот немножко опустить и получится наш персонаж садится все зашибись переминается все первая часть значит получилось тройка на рампаде рот еще нужно будет немножко прикрыть коню ну короче дел хватает так значит это опять же сейф теперь нам понадобится кто теперь нам понадобится шериф это значит open шериф садится на коня так вот такой шериф вот с такой тоже адимации тут немножко не скольжение но тут конь допустим вперед пойдет будет прикольно выглядит как линку им сюда но только темного коня теперь просто он стоял во второй вначале сцене уже он был как бы виден да что это конь именно для шерифа как находим опять же новый конь и смотрим где им тот конь для посадки да кстати вот еще по анимацию сделать где он будет перепрыгивать какие-то рвы будет бомба вообще красиво как пасется конь вот он конь на привязи давайте залинку им сделаем с как с не с а почему у меня ну давайте почему-то в бок а он тут садился да конь здесь стоял в боку а там я подышака значит брал вот тоже много непоняток вот этих иногда даже путайся так здесь вот вот видите у коня здесь голова повернута да вот это тоже не есть good это тоже не есть хорошо да неужели придется этого коня переделать так отдел нас длинная анимация длинная анимация у нас я же брал да сейчас вот для мустанга значит клинку им другую сцену новый коня так пардонки это так файл линку им так делаем значит коню с с с с я думал где-то у как он должен в принципе пойти так отключим видимость этой штуки и прям точно подгадаем под нашу вот эту руку где нас значит предводитель и держит так предводитель как бы большеватый будет ну тогда коня нужно тоже немножко прибавить но я хочу чтобы на фоне когда того персонажа он будет выглядеть так вот под стремя да нормально но конь тогда очень маленький как пони для него если вот так он еще пойдет ну-ка да ну так еще куда-то не шло ну придется и этого видите немножко руки ему корректировать под этого коня повыше ставить но если будет анимация может это как-то обыграть можно будет рука то видите на месте а то что выше их чуть поднять наверное вот раз вот эту руку выше поднять и будет нормально так тоже эта штука есть эта штука есть так смотрим что дальше дальше анимации нет можно продлить нормально тем более я линкую в эту сцену где рабочий рик именно у персонажа я могу здесь дальше дописать допустим переделать именно здесь но сейчас чуть-чуть запутался думал что это с другого значит так но здесь он правильно вроде делать держит за холку вся штука такая да в принципе и нормально а вот тут вот этот момент здесь вот значит значит g чуть-чуть на себя и значит вот эту тоже косточку g r перекрутим и r докрутим и g где-то вот сюда ее и поставим даже можно чуть оп и руку чуть-чуть помягче сделать что за штука что у них вот эти шмотки рвутся под мышками что-то нужно все это дело перевязывать значит этот миксам отбывает так навяжут что мама не горуй так теперь значит значит g и значит теперь у нас что у нас идет так ctrl z ctrl z так по моему вот это будет колено а ну-ка это локоть это колено это локоть так вот а вот она как это тоже локоть то и дикто так и еще ключицу на приподнять опа а и прописка смотрим что все получилось ну вот нужно теперь вот эту колено найти так по моему вот оно а ну-ка да и колено это много ну как будто года так ну и в принципе что значит выбираем руки вот эти и значит здесь удаляем делит как ctrl z первая кадрная не надо а вот эти два точно можно опа на так и вот еще что значит тут значит персонаж садится английская а давайте g оттащим подальше значит вот эти так так ctrl z тут тоже английская а выберем все кадры g оттащим до 90 вот он стоит тенден тенден значит и что но это так ты не должен делать и вот так тоже не делай так просто он может чуть-чуть развернуться поглядеть на коня пошевелить какой-то рукой допустим там раз в бок ее чуть отвести опа на и получается раз он на ноге перекручивается так и стоять он должен значит смотрите где так тройка на нампаде отключаем все эти причиндалы вот видите где у нас нога его стоит значит это все дело запоминаем и переводим на первый кадр и получается что наш персонаж должен стоять где-то вот тут прописываем только площадку опа так и здесь можно еще удлинить значит анимации таким образом да ну в принципе что для начала для мультфильма опа он залазит и все кто там здесь будет стойка какая-то не столько важно на какой-то момент это можно будет обыграть если что поправить уже непосредственно после состыковки их так запоминаем что значит здесь у нас значит первый дэн 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 давайте вот эти G так что у нас выбираем все кости выбираем первые вот эти кости и G уводим их допустим на нулевой кадр а вот эти все G ставим на первый и начинаем анимацию с первого кадра и продолжительность значит анимации будет ну пока пусть 110 да 110 это 4 секунды я думаю 1 2 3 4 думаю для посадки хватит как будто они садятся так теперь значит это дело файл тоже сохраняем файл так это у нас будет шериф садиться на коня значит сейф и тут теперь вопрос их нужно вот эти два файла закинуть в сцену где у нас конюшня значит так значит так этот начинает садиться с 10 ну с 7 да вот он пошел пошел садиться и до до 86 так записать надо значит это шериф с 0 до 86 у него анимация значит наш второй персонаж главный герой должен сесть чуть позже вот так вот получается так и значит когда он садится пусть он на 110 значит семерка на нампаде поглядит так в сторону так это control z выберем только голову семерка на нампаде r и чуть-чуть докрутиться в сторону него допустим так раз и рукой какой махнет допустим раз там так и плечо отведет а ну-ка r вот так а это ключица пускай смотрит чуть вперед сюда теперь а а и прописка ну в принципе чё прикольно у него разворот такой для мультфильма будет очень приколюха такая как бы с изгибом пойдет так ладно теперь файл сейв сохраняем так и идем значит в линкованную сцену ну в сцену где герой запада на коне это 102 кадр запишем постоянно нужно что-то писать что-то иначе с головы очень много вылетает так здесь у нас значит какая беда что у нас значит анимация во первых у лошадей не должна быть одинаковая сейчас надо одного вот этого коня тоже одного подправить так и что получится значит вот наш главный герой у него заканчивается на 105 а да вот видите у него и как раз 102 105 вообще классная стыкуются но вместе они не должны залазить когда получается заходим с мод делаем английскую а выбираем все кадры и получается если на 102 садится у нас значит шериф то джи пусть этот сядет на сто десятом да вот шериф уже садится а он чуть потом хоп шериф на него смотрит на 102 кадре да тогда 100 кадра 102 поворот это должен задержкой сто шестого на него тоже посмотреть да давайте тоже сделаем таким макаром раз семерка на нампаде делаем р перекрутку точно так же подаем значит ключицу одну вперед одну вводим где шея назад и тогда значит джи рука уходит сюда вот здесь вот локоть что-то барахлика ну-ка а здесь это попона наверно какая тянет а ну-ка так тут вроде нормально а тут что-то она как-то привязалась неинтересно да так но тогда вот джи пока вот так подставим короче тут держит он какую-то вот эту вот стукенцию она как раз джи а и прописка и потом на сто двадцать первом значит голова возвращается и тело назад тогда это будет английская а шриф д ну там если болтовня будет давайте задержим до сто двадцатого чуть-чуть и тогда вот эту задержочку шриф д чуть-чуть подтянем чтобы раз 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 так нету а вот голову только оп вот эту шриф д сюда куда-нибудь и вот он раз там болтает болтает и все мол поехали потом посижу еще подумаю как вот это значит обыграть вот эту штуку где он должен там хлыстануть или там ногами может там сказать но это уже потом будет так и значит вот такая штука раз даже можно чуть-чуть еще затянуть а ну-ка а выбираем и два кадра этих джи нам до сто тридцатого это чтоб болтовня идет это ну пускай две секунды будет две секунды это считаю уже получается пятьдесят кадров поэтому джи сто десять сто тридцать ну вот сто сорок будет нормально я думаю тут даже можно потом за раз уже и болтовню им прописать и удлинить значит анимацию так здесь теперь выбираем площадку и вместе с лошадью раз конь отходит давайте еще подлиннее сделаем анимацию так пропишем и вот видите тут он где-то еще может даже приподняться джи на ногах чуть-чуть в бок отойти а и прописка так а тут он должен уже джи сесть так и значит сесть он должен а ну-ка ctrl z назад а ну-ка ctrl z где ж ты о вот он а 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 как тогда вот эту джи поближе подводим о помягче будет так ну это значит есть так еще глаза надо коню вставить видите вот они вот косяки и находятся так тут чуть повыше тут будет песок прицепим о том анимацию не переписывать нормально передние лапы только что-то у нее низковато и задние вроде нормально а тут тут раз и как-то они эти ниже эти выше пошли значит это прописка не так прошла поправить тоже надо вот запоминаю так теперь значит файл сейф ну и погнали теперь значит в конюшню посмотрим предварительно как это дело будет устроена так 102 щас вводить это значит заканчивается анимация у него на 167 ну давайте 167 больше не будет как и поставим так файл сейф 167 значит 167 у этого заканчивается и и значит посадка у него начинается 20 как понятно как голову он поворачивает на 110 тоже записать и теперь значит еще если забыли сохранить надо сохраниться и заходим теперь давать еще раз шерифа протестим шериф садится на коня у шерифа за конце на 102 значит со 110 персонаж наш 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 главный герой только смотрит значит со 110 значит он обращается тот потихоньку к нему поворачивается и 167 вот 167 тоже ставим 167 здесь значит возврат головы а джи альтер ключицы полностью то что было повернуто тоже давайте вернем а джи альтер и вот эту штуку а джи альтер так не прописываем а и и значит пусть он чем-то делает вот видите тут анимацию не прописано значит раз опа и пошел наш конь значит назад значит как это дело можно прописать выбираем ноги выбираем таз как подводим это делать сюда и и значит таз приподнимаем немножко а и делаем прописку а здесь значит первый кадр 102 он стоит и вот это нужно shift д дублировать и подогнать до момента где он вот раз здесь он приседает да а ну-ка как здесь он поднимается и на последнем кадре значит мы это все дело можем даже площадкой передвинуть но чтоб передвинуть нужно видеть должны быть лапы ну смысле ноги до так значит передвигаем всю площадку вот сюда только и прописываем ее когда на последнем кадре площадку удаляем и тогда площадка еще до корректируем и тогда здесь чуть-чуть значит джи персонажи приподнимем английская и так этот кадр тогда удалим так раз 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 опа здесь пошел персонаж а здесь он должен оставаться вот на этом месте shift d до момента пока не начнется движение все движение пошло и тут он хоп садится вот и как раз у нас получается тоже 167 кадров вот теперь все это файл сейф сохраняем и потом возможно здесь в этот в этих же двух сценах будет болтовня сделано ну чтоб уже заодно да просто просто если будет теперь тяжело потом всему этому можно первые вот эти кадры вот делом начали начинает болтать вот эти кадры можно будет по удалять и начать с первого кадра и закончить допустим двух сотым трех сотым для болтовни да или там даже 500 так ну надеюсь понятно как то я объясняю так дальше что ну все сохраняем сейф и теперь файл находим open где у нас находится вот это вот конюшня для тут для посадки для посадки трава дикий запад конюшня в городе вот она хорошо что они удлинили значит ну как много файлов находится по моему в 4 0 еще больше их для варену для вариантов вот этот сбоку где выборка идет то что вы открывали там еще больше по моему список очень удобно кстати так вот сейчас вот должна открыться конюшня потом здесь вот представьте что должно быть хотя бы одна лошадь должна стоять в конюшне и это уже значит вес потом если будет крупный план по барабану задний план можно там ничего не ставить а вот когда именно делается крупный план облёт там должны быть и загонные и поилки и какие-то дрова допустим и какая-то там я не знаю корм какие-то там стога с солома сена и так далее ну вот сейчас у меня видите как все долго происходит итак вот такая конюшня это значит базовая тут еще небо нет это просто как основной файл у меня так давайте пока вот эту лошадь удалим чтоб полегче было и пусть тут вот такая стоит белая красотка так и сюда теперь значит будем линковать shift пробел передвигаем наш пивот и линкуем сюда одну сцену значит эта сцена герой главный да находим делом тут находится это посадка на осла посадка на коня так и делаем всему этому делу эс так подгадываем размер ну думаю такой размер будет нормальный просто конюшни в принципе они маленького размера да так и вот так он значит стоит ну чтоб ракурс взять допустим вот так да и как бы их потом снять этих двух персонажей с какого ракурса их снимать нужно сразу подумать да так можно из окна вот отсюда снимать ничего неплохо так а тут он со стойкой значит целуется ну так ну давайте подальше их отведем так чтобы было бочку возможно заднюю видно вот так вот можно крупным планом будет взять так и сюда теперь линкуем значит шерифа шериф так садится на коня вот коллекция 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 154 тысячи фейсов полигонов а сейчас 205 вот 205 это только вот представьте заброшены вот эти наши персонажи значит без дополнительных каких-то значит еще детали здесь нет сена кормушек так и вот как бы их поставить чтобы красиво это можно было снять да ну допустим это стоит персонаж допустим как бы ну они же еще разговаривать должны пусть у этого угол будет чуть побольше и у этого чуть побольше но этот пусть стоит чуть подальше допустим так смотрим чтобы опять же они на весу не были не проваливаясь песок так это значит находим уровень песка и этому персонажу значит вот тоже находим уровень песка и видите что они тут на холму стоят на холме и значит один миши ниже другого и съемка будет классно вестись и смоем что получилось синхронно садятся надо какому-то еще замедлить мустанга видите тоже предел анимации нужно посмотреть это дело тоже дотянуть до 167 или дальше до 190 в принципе что раз теперь нужно поработать над ракурсом значит персонажи уже есть пока я их не буду тут сохранять просто это как заготовка и и двинутся они потом вот в ту сторону тут уже нужно будет этих же персонажей чуть-чуть переделать для тряски и сделать значит пустить их по пути уже будет проще потому что они на лошадях уже сидят им нужно будет уменьшить анимацию максимум до 40 и просто как будто они ну трясутся и лошадям закинуть сюда других лошадей у которых допустим как они там трусцой ли рысью бегут вот или просто медленно едут нужно тоже об этом немножко подумать так ну вот у этого коня у меня видите тут нарисована по моему это сбруя а этому нужно хочу сделать ну чтоб мустам был уже красавчик да и добавить ему сюда значит глаза еще надо чуть-чуть его тут подкорректировать тоже волос немножко черепа убрать короче заняться есть чем видите да как он высоко поднялся нужно значит его припустить с этой стороны его опускал вроде бы хорошо а с этой нет можно его значит вот эту штуку отзеркалить и он будет и на эту сторону им и на ту тоже вот видите где косяки всегда вылазит когда уже начал начинаешь сцену разглядывать а ну вот вот вылезла допустим нужно ему третьего подкрутить значит звук как их называют забыл как называют эту штуку ну не суть вопроса да так вот здесь вот нужно коню тоже руку нашему персонажу чуть повыше поднять на 133 кадре на записать ну вот такая штукенция значит все можно делать но у меня по год сейчас 205 тысяч и так трисов 386 полигонов 205 тысяч но в принципе пока видите еще ноут мой тянет я не говорю что он сделает рендер всего этого ну значит установка еще возможно каких-то деталей тому стога сена на заполнить эту значит сцену я буду наверно сзади их надо наложить какие-то тюки или правда стог сена положить так и получается если у них будет где-то разговор то будет разговор уже прикольно значит писать вот раз и вот эту вот часть 145 уже можно использовать под разговор а этот где когда на него смотрит а ну все они попрощались да вот здесь вот должна быть болтовня у них и короче и все он путь и значит коня потом по заднице шлеп а этот значит вот этими как их называют блин вот название позабыл ли спор его и он спорами хлоп и значит топ-цабе и поехали вот такая ситуация вот столько происходит времени для подготовки да так вот здесь видите он еще вот этот персонаж на весу а ну-ка если его подкручу в принципе тоже неплохо будет и сарай по размеру вроде бы так если он становится так давайте посмотрим если персонаж слезет как раз он чуть-чуть выше будет от этого да а ну-ка не суть вопроса не интересно а ну-ка а ну-ка делаем с вот как будет интересней все вот таким вот макаром так ну все наши на этом пока сцена значит заготовки к сцене уже есть дальше еще нужно позаготавливать всего а потом уже вкидывать и компоновать все всем пока